привет дорогие зрители сегодня из разных материалов природных и неприродных и также вазы и коврика для ванны я постараюсь сделать для вас вазу и так я буду использовать краску спрей белого цвета из баллончика и также буду использовать пистолет с горячим клеем и так поехали для начала нужно отметить столько сколько я отрежу и приклеивалась ваза у меня большая где-то 35 сантиметров и я буду приклеивать на нее коврик в длину или в ширину как вам нравится вот и что примечательно покупая в магазине я даже не заметила что с правой стороны здесь есть изъян поэтому левая сторона она как раз таки без рисунка и более ровная будет служить мне покрытием для моей вазы сделать я хочу в длину чтобы сэкономить еще материал и затем из этого остатка делать тоже еще красивые изделия и так отмечаю сколько мне нужно и что интересно я отметила высоту моей вазы вот здесь а ширина коврика как раз соответствует ширине моей вазы и так я обрезаю то есть отрезаю но с припуском здесь в 2 миллиметра чтобы перекрыть немножко край и приклеиваю горячим клеем приклеивать буду в длину по центру промажу вот здесь мой коврик мой коврик хорошо себя ведет от клея он не плавится потому что это резина но и может быть вот еще в пару местах чтобы хорошо держался на вазе и затем склею ровно концы хорошенько промазываю сверху и снизу так как у меня будут приклеивается еще всякие разные шишки и листья и прочие элементы поэтому чтобы они держались хорошо проклеиваю и соединяю в конце если лишнее немножко срезаю так как я буду приклеивать все детали снизу вазы то я прошлась и проклеила весь край детали я начну приклеивать с лицевой стороны вазы и по мере их уменьшения то есть сначала большие затем маленькие маленькие у меня я взяла даже остатки макарошек или рожки и так беру мои все детали и смотрю что у меня здесь есть лучше их высыпать на стол чтобы было видно что мы имеем какие детали и так у меня и здесь шишки маленькие средние большие также есть вот такие цветочки сушеные апельсинки мандаринки и какие-то искусственные листья и так начинаю фантазировать поддержите меня нет аплодировать не надо просто поддержите меня лайками так как листья когда-то куда-то приклеивались они уже здесь немножко промазаны клеем но это мне не мешает приклеить их снова к моей вазе окончательно и бесповоротно ну что шутки должны быть почему нет сидеть-то молча и так я приклеиваю сначала листья теперь как взять чтобы не обжечься и снизу мне пойдут шишки причем я листья приклею вот таким образом есть еще один здесь и я склею их вместе чтобы они сильно не торчали идея беру я у любимых моих девочек блогерш так как и они берут тоже у меня причем у меня здесь и шишки обрезанные вот такие и вот такие можно приклеить вот таким образом где еще вот еще есть макушечки то есть одна шишка у меня разрезано на три части если вы режете шишки будьте осторожны не останетесь без рук ну да это так потому что шишки резать очень тяжело и если у вас в доме есть мужская сила то попросите лучше их то есть мужчины сделают это лучше потому что просто я осталась без рук разрезая ножницами и всякими кусачками эти шишки буду клеить по-разному одни буду клеить с левой стороной другие правой чтобы такой у нас был рисунок 3d как бы и вот это вот таким вот образом приклею нужно сильно прижимать потому что они могут отпасть со временем поэтому я их держу крепко прижимая к моей вазе и когда я наклеил крупные детали можно будет приклеить и мелкий видите она уже отпадает сейчас я ее залью еще раз внутренней стороны и опять хорошенько ее прижму ну затем они заклеятся мелкими деталями конечно не будут держаться сейчас нужно до чтобы она все-таки схватилась поэтому нам нужно мои дорогие немножко времени и так приклеиваю этот клей тянется мои шишки много 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 клея но не забывайте поддержать чтобы схватились приклеивались приклеивая шишки никакого порядка я не соблюдаю просто приклеиваю вот в разнобой одну и сверху и теперь вход пойдут орехи тяжелая артиллерия можно приклеить вот так вот так как вы хотите как вам нравится или боком например и до приклеивать можно любым клеем кто-то говорит что только горячим можно клеить нет нет конечно приклеивайте любым клеем какой вам нравится для приклеивания орехов я выбираю более плоскую сторону чтобы орехи лучше держались чтобы сцепление было лучше с вазой вход у меня также идут разбитые вот такие морские ракушки и я тоже их приклею для композиции они очень хорошо подходят прижму и подержу ракушки у меня их немного поэтому я стараюсь их приклеивать в основном на лицевой стороны стороны стороне вазы они похожи на ползающих ракушек или каких-то вот животных и вот такие сломанные полушишки тоже пойдут вход можно приклеивать они красиво смотрятся вот на таких цветочках я врезаю ножки они нам не нужны они очень длинные и поэтому могут помешать по мере того как место на вазе остается мало я сначала примера и примеряют детали куда я могу еще что вклеить потому что не все детали подходят например эти большие цветы они у меня не ставятся например вот сюда да а здесь уже лишнее поэтому или ее можно разрезать эту деталь до на две части распределить или нужно приклеить в другое место я ее разделила и так как у меня теперь торчат вот эти только два лепесточка я их склеиваю вместе и затем приклеиваю вниз на вазу все детали я приклеиваю не поднимая вазы чтобы она была устойчивая и увесистая и теперь маленькими деталями стараюсь заполнять все наши вот эти вот маленькие места где вот они светятся и еще одно но нужно убирать сразу нитки которые тянутся потому что я буду когда брызгать из баллончика то будет заметно все нитки и так заполняю все мои места мелочью смотрю куда еще вставить можно вклеить вот есть у меня еще шишечки маленькие кажется что уже все место нет куда что приклеить но все равно видны пустоты и для этого я буду использовать рожки макарошки вот как раз таки они мне сейчас и пригодятся хорошенько проливаю и вставляю вот сюда вот в пустые такие вот места распределяю так плотненько туда вставляю приклеиваем и вот здесь вот тоже примеряю если что можно и обрезать как я говорила вот не страшно плоскогубцами можем обрезать так как они очень жесткие не вареный так ну и вот здесь по низу тоже нужно приклеить вот сейчас я уберу приклеить тоже ну вот как я вижу здесь ее нужно как раз таки и обрезать пополам разрезать иногда кто-то возмущается что я продукты питания использую но не забывайте что эти продукты питания были когда-то пшеницы знать пшеницу можно клеить а рожки нет во первых во вторых продукт питания очень старый поэтому я сохранила для поделок иначе его уже есть нельзя вот убираем нитки и теперь уже когда ваза полностью вся заклеена нужно ее побрызгать краской у меня вот такая белая краска она продается в разных магазинах эту я брала в магазине коди тут уже написано да и тут шарик все краски перед употреблением нужно хорошо взбалтывать брызгать я начну сверху здесь естественно я не буду брызгать страшный запах неприятный да и высохнет она хуже чем на улице брызгать буду в коробке ваза еще не совсем просохла выглядит она вот так да немножко просвечивает цвет но мне это на руку меня так нравится что она не просто вся такая белеса мрачная и вот эти нити видите вот я не досмотрела и все-таки здесь они вот выглядывают и теперь их нужно убрать лучше это делать ножницами вот таким вот образом и эти нити от клея они у нас видны и еще один недочет почему-то я тут встречу но не заметила теперь приклею сюда сейчас что-то беленькая миленькая поищу что мне интереснее никого можно и приклеить и цветочек от кружева он тоже здесь не помешает почему бы нет можно приклеить вот такую маленькую маленькую веточку но на ошибка не прикрывая дырку хотя можно ее сюда и вклеить или можно приклеить даже какие-то вот бусинки до шарики почему бы и нет но они сюда не подходят оленя тоже нет в общем я приклею цветочки по моему они сюда подходят больше всего их не сильно заметно я хочу посыпать серебряной краской сверху и как человек я покладистый девочки сказали мило будешь седину закрашивать не накидывай вот эту прелесть я оставила эту бутылочку теперь я пересыплю а баночки мне пригодятся для какого-то подвесного красивого изделия я говорила поделки переделки это моё любимое выражение его придумала четыре года назад теперь уже все так говорят вот и я рада так и буду пшикать но сначала нужно побрызгать все это горячим клеем горячим пистолетом приклеить цветочки и побрызгать лаком для волос ну вот они в принципе сильно не отличаются так что я у вас ученик еще тот я покладистый ученик и послушный поэтому я применяю попробуем что вы мне советуете и вот кто будет использовать тоже на флакончик не выкидывайте тут и пачку пупочку которая прикрывает его так ну все иду за лаком для волос фу запах от краски страшный лучше конечно вазу до сушить на улице чем у меня все валится с под рук опять я как всегда под руки подкладывают все подряд и так я начинаю вот с лицевой стороны брызгаю хорошенько лаком но не всю вазу только вот эти изделия и попробую как она сыпет так нажимаю чудесненько экрану надо выше поднимать потому что если я низко держу видите что делается слишком сильно сыпет надо выше поднимать в принципе очень здорово спасибо вам большой девочки люблю обожаю учиться и не знаю передает ли камера сейчас выключу свет вот все в серебре все деревья в серебре камера как-то не передает так брызгаем больше я просыпала всю вазу со всех сторон и теперь нужно опять побрызгать лаком для волос чтобы закрепить то что я тут насыпала все эти блестки закрепляем закрепляем хорошенько высушиваем прежде чем поставить вазу сюда она у меня получилось напольная очень высокая и крупная вот кто не видел посмотрите мы сделали с вами зимний лес или даже зимний вот такой подсвечник своими руками красивый шикарный и кому нравится сделайте и свечку здесь можно зажигать так как ваза стоит стороне и пламя не касается этих крашеных елок еще один подсвечник вот этот я назвала его снежный ком он правда похож на снежный ком ко мне ассоциация вот можно сверху что-то поставить или положить как я уже сказала или просто гирлянду во внутрь положить или просто просто свечку да только светодиодную если здесь мы зажигаем то там ни в коем случае и так теперь я показываю что сегодня получилось и да кстати смотрите у меня еще идея появилась можно поставить этот подсвечник тоже на эту разделочную доску и включить светодиодную свечу но сегодня у получилось здоровая ваза для пола так как она ну хотя здесь на тумбе можно оставить тут тоже есть место вот и вообще она хорошо будет смотреться на полу я думаю такая зимняя вся холодная морозная вкусненькая есть и орешки и есть у нас тут апельсинки кстати они сильно закрасились их не видно но зато блестит она просто прелесть и с другой стороны она выглядит вот так вот можно такое все раз такое приклеить сверху вазы не только снизу так она просто устойчив видите какая здесь масса ведь мы сюда постарались приклеить очень много всего в такую вазу можно поставить ветки например да но нежелательно потому что она и так сильно перегружена всякими нашими вот этими вот шишками орехами и ягодами поэтому сама по себе она уже выглядит очень хорошо сильно закрашивать я не стала коврик видите он зеленоватый и тоже брызгала два раза высушивала и снова брызгала в общем два раза и получилось у меня вот так все смотрите как затемняет синий фон белый стоял кого заказалась белесой поставила синий и ваза кажется темнее побольше посмотрим как она будет выглядеть вот так она совсем белесая то есть сам фон если вы будете украшать и ставить панно сзади знаете да что панно зависит тоже цвет вашего изделия и так я с вами прощаюсь дорогие мои с вами была ваша мила мне было приятно с вами поделиться если нравится делайте такие вазы кстати можно делать и не обязательно напольную вазу можно сделать и маленькую из этого коврика для ванной комнаты вот такие коврики тоже в раковину подаются но не меньше размера стоят они сущие копейки и выключила свет и света конечно немножко темновато и так дорогие мои все на сегодня что хотела я вам показала рассказала я с вами прощаюсь с вами была ваша мила до скорой встречи буду скучать всем пока пока в Киеве у в в в в в в Продолжение следует...